Всем привет, ребята! Сегодня прекрасный день. Таня научился ездить на велосипеде. Мы обалдели, и, конечно, Валик меня снял на видео, пока я дома была, когда не научился. С первого раза поехал. На двухколесном велосипеде. На двухколесном, да. До этого мы пробовали, у него есть как бы велосипед, и там два этих запасных, два вспомогательных колеса. Мы ему снимали, их он пробовал, но геометрия велосипеда такая себе, ему было просто-напросто неудобно, он двухколесный. И баланс он не мог лопить, но у него есть беговел, и на беговеле все у него получается. Так что с балансом все у него как бы в порядке. Да. И тут мы были в скейт-парке, там был его одноклассник, он катался на велике двухколесном. И он положил велик и побежал. А я спросил у папы его, может ли Даня попробовать. И в итоге я придержал его чуть-чуть, и понимаю, что Даня сам едет, отпустил, и все. Он сразу же поехал на двухколесном велосипеде. Просто удобный велосипед, и все. Супер. Ты молодец, Данима. Большой молодец. И сейчас мы едем за новым великом, да? Такой же самый нашли на Балабабе, как у его одноклассника, на котором он подходит. Такой же самый. Точно-точно. И теперь он будет... Что там? Идти. А то мы погуляем. Конечно, погуляем. С великом? Конечно, погуляем. А для кошки? Как там мы с тем нечем? Когда купим, то без проблем. Посмотрим, будет ли там место, где припарковаться удобно. А то я не знаю. Да. Я так глянул, там вроде как ты проезжая улица, знаешь. Даня только что мне говорит, мама, снимай видео. Я говорю, так я камеру не брала. Что снимать? Он говорит, снимай, скажи, что мы... Я научился кататься на велике, и мы едем за велосипедом. И поэтому я и начала снимать. Вообще, мы не снимали все это время, потому что не хотелось мне вообще ничего. У меня какая-то апатия была. Прям тяжело было собраться с мыслями и что-то вообще, что-либо делать. Не то, чтобы снимать. Я даже видео не смонтировала, хотя сняла целый день. Но я поняла причину. Моего депрессивного состояния вообще в целом, то, как я себя чувствую, это все из-за того, что у меня нехватка железа. Мне выписывали железо, я его переставала. И я его перестала пить, потому что мне было плохо, у меня была тахикардия. И я перестала пить. Тахикардия закончилась, но тут я понимаю, что меня опять накрывает, как при дефиците железа. И мне придется снова его пить, чтобы меня попустило. Но надеюсь, мое депрессивное настроение уйдет, и все будет хорошо. И рожать я буду с хорошим настроением. Я счастлива. Смотрите, какая красота. Сын сам едет на велике. Блоги выставляешь. Молодец, это правильно. Молодец. Ты счастлив? Да. Класс. Класс вообще. Давай, на педали уже остановись. Вообще красавчик. Супер. Все, поехал сам. Представляете. Класс. Ой, сам спрынул, да ладно. Вообще супер. Всем привет, ребята. Решила продолжить наш вчерашний влог. Так как мы вчера уже поздно начали снимать. И продолжим, пожалуй, сегодня, сегодняшний день снимать. В общем, сейчас мы взяли с собой велосипед, поедем в Жеронах. Нам нужно купить малышу шезлонг для укачивания. Короче, крутой шезлонг. Бэби Джорн называется. Бэби Джорн. Как-то так. Вот. А потом нам нужно будет ехать домой. Мы вчера договорились за химчистку. Химчистку дивана, наконец-то. Даня вчера на эмоциях вообще еле уснул. Ему было тяжело. Но он так хотел спать. Такой уставший был. Так что вот так вот вообще мы тоже в шоке до сих пор. Мы вообще не ожидали, что так все будет классно. И все с каждым разом лучше и лучше у него получается. И он вообще счастлив. Ну, пожалуйста, сам сел сортанул и сам затерназил. Папа просто обижал. Вообще классно. Так. А, еще я хотела зайти. У меня сломался фен. И мне нужно пойти купить фен. Взяли, забрали гамак. Ну, шезлон. Сейчас покажу. Вот такой вот. Короче, классный. Зашли и купили фен. Кстати, я вроде бы видела такой девочки мне скидывали. Говорили, что хороший. Но я его взяла только из-за того, что там, во-первых, это бэби-лис. И говорят, что эта фирма классная. И там большая-большая такая насадка для кудрей. Чтобы сушить кудри именно. Вот. Поэтому я решила ее взять. Все остальные были с маленькими насадками. Вот. Я еще искала, подбирала. Минут 20. Точно стояли. Даня хочет кататься теперь на велосипеде все время. А нам нужно химчистить диван ехать. Мы не успеем уже. В Элькорте, да? Нет. Не успеем. Никуда. Поэтому едем сразу же домой. Пока будет химчиститься, вы пойдете кататься? Думаю, да. Ну вот. И отлично. А я буду дома порядки наводить. Скорее всего. А еще, ребята, меня так тошнит сильно. Я не могу понять, почему. Три дня меня тошнило так. Не сильно. Потом меня начало тошнить очень сильно. Вот два дня прям накатывает меня страшно. Я выпила батаргин. Мне не помогло. Я чувствую, я поеду сегодня вечером в больницу. Пусть смотрят. Боюсь, чтобы хистозы не было. Проверят давление. Посмотрят. Анализы возьмут. Потому что мне не нравится мое самочувствие. Я тут решила прилечь. Потому что я чувствую себя ужасно. Ну, просто ужасно. Что мне там няня? Обычно. Короче, у меня то ли давление, то ли что. И у меня даже мушки в глазах. Все, это пипец. Тошнота, это не перестает меня радовать, так сказать. Сейчас попробую лечь, полежать, поспать. Может быть, получится у меня. Кошмар. Вот такие вот дела. Порядок. Красавчик. И погнал. Молодец. Давай пять. Давай. Ребятки, я выспалась. Ну, как выспалась. Поспала. Ну, не выспалась полностью. У Дани переутомление. Они так катались, так круто. На памп-треке там я поставляю тоже видео. Вообще, я в шоке. Ну, просто второй день катания. И то мы вчера вечером как бы купили. Это первый день полноценного катания. А он уже столько всего умеет. И мы еще сейчас едем отвозить в медиамаркет фен. Мне не понравилось то, как он укладывает. Короче, раздувает мне волосы. Мне не нравится. Ну, и не сушит, ты же сказала. Да, и не сушит, потому что... Ну, я не знаю, почему он не сушит. Просто он не сушит. Я как намочила голову, такая она и была мокрая. От... Сколько я минут стояла? Ну, реально я со своим феном могла так быстро подсушить. Старым. Который стоил 20 евро. Быстро очень подсушить и, типа, забыть. И все. А тут я стою, сушу, 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 сушу. А у меня до сих пор капает и капает с волос. Вот, короче, решила, оно мне не надо. Тем более за 70 евро. Я за 20 брала. Отличный, только сгорел. А тут за 70. А он какой-то странный. Даня, а ты куда собрался? Прогуляться. На велосипеде, наверное, да? Посмотрите на его сонные глаза. Он открывается в всех сил, думает, что сработает. Так, сейчас 5 минуточек. Туда и обратно. И все. И домой спать. Да. Договорились? Короче, я взяла фен. Вот так будет. Ну, да. Взяла фен такой вот. Не знаю. Нормальный он, ненормальный. И классный. Да, вот такой вот, Таня вам показывает. С такой штукой. Думаю, что сойдет. Тот вернули без проблем. Ну, хотя не без проблем. Они говорят, что если, типа, пользовались, не пользовались. Хотела проверить. Я как бы попользовалась. Так что попробую. И если что, верну. У меня есть неограниченное количество. Раз возврата. Попыток, да. И тут такая насадка, которая мне никогда не нужна. Я не выравниваю волосы феном. Хотя, может быть, когда-нибудь попробую. Так вот. Я сейчас попробую опять посушить. Возьму, намочу одну прядь. Не буду всю голову мочить. Не хочу. И попробую одну прядь посушить. Как долго оно будет сушить. И как будет красиво или нет. А вот, кстати, и диван наш. Я бы не сказала, что он прям полностью очистился. Конечно. Тут вот пятна есть. Вот здесь. Но мне кажется, это уже все. Он уже ничем не уберется, к сожалению. Вот. Тут еще не высох он. Но еще садится на него рано, конечно. Вот тоже пятнышко. Да. Ну, такой. Сойдет. Как бы. Хотя бы нету огромных разводов, пятен, на быльцах. И все. И нормально. Вот тоже угол видно. Желтый. Кошмар. Вот не люблю такое качество диванов. Это ужасный диван. И стоил он, кстати, как раз-таки как нормальный и дорогой диван. Но вот обивка неудачная, конечно. Пока положу для красоты. Но садиться на него еще рано. Я, кстати, купила вот подушки в примарке. Взяла уже осенние. И решила их постелить. Потому что мне не нравились те подушки предыдущие. Я еще не купила на них этих чехлов. А эти надо вобрить. И новое вообще купить тоже. Так. Сейчас уже пиццу поставлю. Вот, кстати. А вот, кстати, и я. Такая вот пузатая. Ну, уже как бы во вторник 36 недель у меня. Очень быстро время пролетело. Я так устала. Так устала. Хочется уже просто родить. И все. И желательно самостоятельно. Чтобы меня не рода разрешали. И не хочу ждать еще 4 недели. Я бы с удовольствием уже через неделю бы точно родила. Уже и малину пробовала пить. Уже много чего я пробовала. Посмотрим, что там на УЗИ мне скажут. Получится или нет у меня. Как-то так спровоцировать побыстрее. Чтоб я родила. Конечно, всему свое время. Но вот туда не... В здании время не пришло. Нашу любимую пиццу поставим. Вот мне так нравится эта пицца. Она на вкус как с пиццерии. Даже вкуснее. Во многих пиццериях здесь не так вкусно. Ну, там, где мы были в прошлый раз. Не, не в прошлый. Короче, в какой-то раз. Там было вкусное. Ну, и это вкусное. Так что буду готовить.